В конце мая сборная Молдавии примет участие в Кубке Кличко вместе со сборными Украины, Грузии и Румынии. Соревнования пройдут в Киеве. А когда сборная Молдавии начнет подготовку к этому турниру, мы сейчас узнаем у исполнительного директора СОКИ Сергея Урсула. Он сейчас с нами на связи и готов пообщаться прямо из студии. Сергей, здравствуйте. Как настроение? Да, все хорошо. Вот побегали в футбольчик с ребятами посреди праздничных дней. Здорово. Мы продышались. Теперь можно двигаться дальше. Как вы оцените игру команды Сергея Япуриану и, в принципе, игру украинских футболистов? Ну, скажем так, для нас это первый международный опыт. С точки зрения того, как мы комплектовали команду, как мы подходили именно в организационном плане к этим матчам, конечно же, мы, наверное, ждали лучшего результата, но, в принципе, он на сегодняшнем этапе развития команды не на первом месте. Главное, что ребята, тренеры сборной, скажем так, определили расширенный состав команды, расширенный состав тех игроков, которые, в принципе, начинают большой цикл подготовки к чемпионату мира в Мексике, который состоится в 2022 году с 1 по 10 апреля. И эти товарищеские игры, они, скажем так, дают определенную пищу для размышлений и с точки зрения кадрового наполнения команды, и с точки зрения игры команды, ее тактической подготовки. Сергей, украинский тренер Валентин Бондарь признался, что это был дебют сборной, и когда он увидел личную организацию «Соки» в Молдове, он был очень удивлен. Ведь в Украине именно к такому уровню и стремятся. Вам вообще приятно получать такой комплимент? Я уверен, что и мы в рамках своего участия в Кубке Кличко, который состоится в конце мая в Киеве, также получим тот объем гостеприимства, души и определенный уровень организации со стороны Украинской ассоциации. Поэтому, в принципе, мы к этому относимся абсолютно спокойно. Это наша работа, и мы должны быть готовы организовывать мероприятия такого уровня так, чтобы всем нравилось. Перед товарищескими матчами с Украиной сборная Молдова презентовала новую форму. Нам она понравилась, но вы можете рассказать подробнее, чем она уникальна. Ну, она уникальна тем, что ее носят только достойные игроки, которые защищают цвета страны. Поэтому она этим уникальна. В принципе, это нормальная практика, когда у команды есть два, а то и три комплекта, чтобы он отличался от комплекта соперника и комплекта арбита. У нас основная форма красная, а запасная синяя. Сборная Украины играла в основном молодым составом, для которых эти матчи, в принципе, были как просмотр для дальнейшего участия. Вот как вы думаете, достойно они себя показали? Абсолютно приятное впечатление ребята произвели, учитывая, что им там по 20-22 года. Скажем так, в нашей философии, наверное, немного есть противоречия этому, потому что, скажем так, в рамках своей СОКе мы видим, что наиболее эффективные и качественные все-таки игроки с определенным опытом игры в большом футболе и в мини-футболе, в СОКе. Но украинские ребята показали нам, что, в принципе, и в этом за юношеском возрасте, в молодом возрасте можно проявлять хорошие качества, типичные для мини-футболиста, для футболистов СОКе. В общем-то, в целом встретились, я думаю, две равные сборные с разными подходами к игре, но, скажем так, в официальных играх, где накал и нерв будут выше, посмотрим, кто в ментальном плане лучше готов, молодые, либо более опытные игроки. На Украине давно практикуют разные форматы мини-футбола. У нас пока популярен только 6х6. Планируете, может быть, вводить новые форматы? Учитывая, что мы в апреле получили от International Soccer Federation лицензию на организацию и других типов, других подвидов футбола, это форматы 8х8, 9х9, конечно же, мы планируем запустить пробный такой промо-турнир во второй половине этого года, посмотрим, как откликнется футбольное сообщество на это, и будем уже отталкиваться, сделаем определенный фидбэк. Будем отталкиваться, конечно же, попробуем развивать все типы мини-футбола, чтобы у любителей был выбор. Сергей, в конце мая в Киеве пройдет международный турнир Кубок Кличко. Будут играть сборные Украины, Грузии, Румынии и Молдовы. Каким видите этот турнир? Именно такие исторические, качественные сборные в этом типе футбола. Все команды имеют традиции богатого техничного футбола, который построен на культуре работы с мячом, поэтому и грузины, и Румыния, и, как мы видели, и Украина готовы, я думаю, сделать такой очень качественный турнир с интересными, драматичными играми, и посмотрим, нам также интересно увидеть, понять, на каком мы свете, и продолжить свою подготовку к чемпионату мира, потому что все эти мероприятия, и те, которые запланированы во второй половине этого года, именно на главные события 2022 года, это чемпионат мира в Мексике. Давайте поговорим о межконтинентальном кубке. Турнир с участием команд Латинской Америки, Африки, Европы должен был пройти в Кишинево, ведь распыль еще в 2020-м, но из-за пандемии его переносили несколько раз. Последний перенос был на апрель этого года. Что сейчас слышно о турнире? Вы знаете, продолжается борьба с пандемией, да, и в Европе, и у нас сейчас идет активная фаза вакцинирования населения, и от наших коллег мы слышим все-таки больше такого осторожного мнения в том плане, что, скорее всего, все международные мероприятия будут перенесены на 2022 год, хотя мы пытаемся аргументировать, что нам межконтинентальный клубок нужен на осень этого года, но все-таки я полагаю, что он останется в листе ожидания и будет запрограммирован именно на следующий год. От уровня сборных предлагаю перейти к футболу клубному. На этой неделе возобновится чемпионат по Амалиге. Сергей, уже успели соскучиться? Мы не успели, потому что мы были все это время в процессе работы по организации сборной, я думаю, что команды Амалиги соскучились, их игроки, которые были вызваны в сборную, вернутся сейчас на новом будет эмоциональном уровне. Команды, я уверен, ведут полномерную подготовку, и мы уже в пятницу и в субботу увидим, насколько они готовы продолжить борьбу за плей-офф. Победитель Амалиги получает путевку в Лигу чемпионов. В 2020-м победу одержал терраспольский клуб Вивафарм. Сейчас новый сезон и будет новый чемпион. Если вдруг титул выиграет, к примеру, Террасполь или Геотерман, сможет ли Вивафарм выступать в Еврокубках или в Лиге чемпионов сыграет уже новый победитель Амалиги? Команда, мы на сегодняшний момент не можем обещать 100% на Лигу чемпионов в этом году, потому что мы зависимые, аффилированные члены, и зависимы от решений международной СОКи. Скажем так, те команды, которые побеждают сейчас в период пандемии, мы обещаем, что обделенными не останутся, и мы рассмотрим различные формы поощрения их в плане делегирования на международный ивент. Президент Федерации Молдовы по футболу Леонид Толениченко в одном из интервью заявил о расширении Амалиги со следующего сезона. Сергей, расскажите, пожалуйста, как это будет? Поступают заявки от команд на участие в Амалиге, но, скажем так, чтобы создать соревновательную градацию, и это, в принципе, прописано в нашей стратегии развития, мы в будущем запустим территориальные чемпионаты. Это будут типы субдивизионов Амалиги, а Амалига – это будет как национальный дивизион в большом футболе, и, соответственно, региональные чемпионаты в Бельцах в центре и на юге. И здесь в Молдове они будут формировать соревновательную подушку для команды Амалиги. Те, у кого будет, скажем так, соответствовать соревновательный уровень и будет достаточно организованное свое футбольное хозяйство в клубе, те через процедуру лицензирования смогут быть участниками Амалиги. Спасибо вам за большое интервью, было очень интересно.